всех приветствую на канале отвертка всех наших зрителей сегодня мы продолжаем линейку посвященные посвященную телефонам samsung samsung galaxy a 52 современный аппарат который позволяет так сказать решать много много очень интересных задач наши зрители задали вопрос а когда вам расскажите про вот этот вот виджет называется прозрачные часы они у нас часики показать это уже настроена под себя часики показывают большими гарными числами вот так вот мы включаем аппарат сразу все видно понедельник октябрь месяц какая у нас погода будет понедельник тоник среду четверг пятницу ощущаемая температура и так далее и тому подобное полезная вещь да полезная для смартфона с точки зрения энергосбережения много она не халает электроэнергии на нашем смартфоне если честно проводила тестирование смотрел она у нас на первых местах не находится когда в принципе с точки зрения энергосбережения у нас было видео буквально давеча на нашем канале всякие виджеты это не есть добро но для функциональности все-таки мы вот этот виджет себе поставили и так набираем в play маркете прозрачные часы появляется так сказать ссылочка скачиваем все это дело соответственно антивирусом должно все проверено быть на нашем аппарате стоит антивирус по-любому samsung занимается безопасностью по-любому и запускаем данную программку в начале она там задают вопросы определим парочку буквально в начале у нас этот виджет не появляется мы его должны выбрать в меню виджетов и так у samsung это дело настроено все в принципе также понятно долгое нажатие на экран и вот здесь видим внизу виджеты нажимаем по виджетам и идем с последним обновлением у нас между прочим появилась появилась новое меню виджетов стандартные вот видим сверху диск google диск как всегда уже закидывает нам пару виджетов непонятных использование устройства немножко отвлечемся конечно здесь виджеты у нас появились довольно таки неплохие раньше было поменьше виджета сейчас у нас прибавилось последнее обновление в one ui 4.1 виджетов у нас прибавилось вот смотрите время использования аппарата 2 часа 45 минут кто что как что там больше всего хавает или так далее вот таймеры приложений соответственно полезнейшая вещь могут вы видим ладно календарь календарь тоже прибавился здесь у нас прибавились различные виджеты по календарю что где как если вы очень занятой то вот такие виджеты можно себе на рабочий стол расположить карты 7 виджета пришпандырила что у нас тут есть быстрый поиск что у нас поблизости похавать там бензозаправка пробки рядом где мой друг соответственно маршруты на автомобиле пробки и так далее в принципе удобно контакты тоже есть у нас увеличил к напоминания есть обслуживание устройств обслуживание устройства у нас предлагает вот обслуживание вот видите нашими телочка просто и вот мой виджет тоже вы видите тут полезная вещь и мы потихонечку пододвигаемся именно к нашим виджетом погода от системы от системы предлагает вот такой виджет ничего хорошего если честно вот вы видите ничего хорошего ну в принципе плюс минус до простенький вот это тоже голубенький виджет то же самое вот этот виджет можно ну тоже такой скромненький скромненький виджет часов нету и так далее здесь тоже самое простенький виджет предустановленный ничего хорошего нет а вот прозрачные часы у нас появились вот видите вот это вот менюшечка 15 виджетов у нас имеется мы можем выбрать себе попроще развернутый прогноз погоды 4 на 1 погода на 5 дней более так сказать развита погода в реальном времени соответственно вот видим а вот смотрите целый график тут метеограф например что у нас где меняется повышается понижается температура давления и все остальное интересно вот здесь тоже развитый например вариант но здесь часики маленькие погода на 5 дней и время вот время мне самое главное я вот применил обратил внимание вот на этот вариант без погоды этот текущая погода и плюс время тоже вот это время можно растянуть будет прозрачность непрозрачность этому посмотрим погода и время вот этого на нас время и погоды в зависимости от сколько у вас свободного места будет на вашем рабочем столе вот вариант вы видите видимо видите что предустановленные куцые какие-то варианты а здесь у нас моща поперла если честно вот варианты есть вот варианты и как вы знаете мы выбрали именно вот этот вариант себе на наш смартфон здесь и погода здесь можно настраивать различные варианты ощущаемая температура влажность луну сюда можно пришпандерить и так далее вот здесь более текстовый вариант вот в этом варианте здесь у нас и ощущаемая температура и километры в час у нас ветерочек какой идет давление показывается ну и все многие многие параметры даже у нас параметры тут есть сколько памятишки на аппарате и так далее ну это для других пользователей я вам просто рассказываю именно что вот прозрачные часы в виджетах могут показать вот как то так разве онлайн там рекомендуемые рекомендуемые а что это за рекомендуемые а приложение она нафиг не надо сценарии биксбе фото часики есть хромы джимейла и вот видите расширенная получилась расширенные варианты вот my home есть хорошая программулька система умный дом камеру можно включить какая температура в доме там довольно таки хорошие тоже виджеты развитые есть так что вот система ван юай 4.1 вы видите на моем аппарате довольно таки неплохо работает довольно таки неплохо да вот куча здесь тоже предложений по виджетам есть были нормально нормально красиво так что вот мы выбрали более-менее ознакомились с нашими виджетами прозрачные часы есть такое дело видите все отсюда уходим виджет мы определили поставили себе на рабочий стол прекрасно соответственно нажатие например вот на верхнюю часть на вот сюда вот нажатие на часы но часы до открывается открывается у нас таймер таймер хорошая вещь я вот цветы поливая по 20 минут хорошо секундомер мировое время можно здесь посмотреть и так далее это у нас предустановленные в нашей системе все хорошо выходим отсюда когда мы нажимаем по минутам соответственно у нас появляются настройки на нашем аппарате в настройках едините измерения градусы по любому метрах в секунду кто-то у нас километрах любит можете изменять просто клацей мы выбираем километры мили и так далее я привык к метров в секунду атмосферное давление атмосферы миллиметров ртутного столба лучше все-таки атмосфера это не для нас осадки и единицы видимости ну в принципе километры надо это мы вместе с вами вместе с вами как раз я и настраиваю уходим отсюда вместе с вами до даты и время здесь нам предлагает 24 часа начальный ноль например показывает в часах начальный ноль если цифра меньше десяти показывает 0 9 и так далее не надо начальный ноль лучше не надо форматы даты тоже здесь можно выбрать под себя месяц день и так далее это тут такое дело дата и время разобрались вышли стиль значков погоды тут прозрачные фото и ну в принципе если честно нафиг не надо фото мультимедиа к устройству можно свое что-то сделать но лучше пока что запретить вот мы здесь выбираем реалистичный я выбрал хотя можно псевдографика вот такие вот обкоцанные варианты можно выбрать вот такие варианты кому как мне более реалистичный подходит или вот специализированный например тоже довольно таки неплохой вариант это под себя здесь можно выбрать много настройки имеется это хорошо минималистичный например есть и так далее немножко рекламка внизу будет потому что эта программка бесплатная чуть-чуть рекламка именно в настройках может появляться когда вы заходите в какие-то настройки там или что-то бывает прям на весь экран реклама и крестик есть ну мириться надо это все бесплатно заходим стиле значков погода настройка виджета в настройках виджета шрифт времени я здесь поставил себе большой вариант большой вариант вот видите 4 толстенький такой и так далее этого для меня удобней так shift времени шрифт размер шрифта время тоже 12 большой поставил все зависит от вашего зрения под себя хорошо так размер шрифта виджет единичка к одному я единичку я поставил как и было размер значка погоды тоже не увеличивал в принципе можно поэкспериментировать под себя здесь настроить ничего страшного тень на тексте тенечек слева будет даты и время даты и время следующий будильник в принципе он нафиг не нужен мне показывать секунду не надо показывать дату в принципе надо формат даты можно выбрать показать номер недели ну кому как секунды вертикальное положение и так далее это кому под себя можно здесь забамбурить настройки следующего события прозрачный календарю но разрешить календарю можно разрешить следующее событие по расписанию в принципе у меня расписание не ведется я не любитель не энтузиаст будем говорить так вот этого вопроса по календарику так и так далее если был бы дембель то понятно каждый день после обеда зачеркивать кпд компота день прошел ладно отсюда можно в принципе убрать а так для любителей что-то запланировать в принципе можно я пока что выключаю это дело я вместе с вами как раз настраивали вот этот виджет так настройки цвета цвет часов ну меня белый стоит даты тоже белые стоит здесь можно по экспериментировать цвет часов здесь можно выбирать под себя что хотите как хотите желтенький там беленький зелененький и так далее настройки навалом тут например цвет температуры скорости ветра здесь под свой там синий зеленый желтый как хотите Прекрасно, под себя можно накрутить. Настройки цвета. Ярлыки. Ярлыки какие у нас. А, нажатие на часы. Открывает будильник. Правильная вещь, я оставил, да. Нажатие на минуту открывает настройкой конфигурации. Нажатие на дату открывает календарь. Здесь я оставил, да. Все это дело я оставил. Так, расширенные настройки. А что у нас тут есть? Показывает прогноз на три часа. Нафига оно надо. Включить ежедневную почасовую. Нет. Показывает ежедневную почасовую. Тоже какую-то настройку. Нафиг оно надо. Включить горячую точку местоположения. Не надо. Показывает положение. В принципе, бывает как бы и надо. Но она будет запрашивать GPS и так далее. Полное положение, местоположение и штат, область. Тоже не надо. Текущее положение. Фиг его знает. Ну, в принципе, я оставил. Аббревиатуры штатов. Это нам не касается. Показывает максимальное и минимальное значение температуры. В принципе, я оставил. Время обновления. Показывает время с момента последнего обновления. Я не стал выводить. Ощущается. Да, я поставил. Потому что бывает плюс два. Ощущается как плюс десять. Или наоборот. В зависимости от влажности и ветра. Показывает индекс качества воздуха. От вас не зависит. Я уберу. Вибрации при касании. Мне не надо. Вот и вибрации. Это тоже батарейку надо будет экономить. Расширенная стройка. Мы увидели. Выходим отсюда. Расширенные. Да, есть. Все. Вышли отсюда. Так. Настройка погоды и положения. Мы разобрались. Уведомлений. Вот давайте сюда зайдем. Температурные уведомления. Уведомления о сроке, строке состояния. Я убрал. Нафига оно лишний раз будет где-то клацать? Предупреждение о суровых погодных условиях. Это в премиум варианте. Я тоже не ставлю. Погодное оповещение. На постоянку будете на телефон приходить. Бэм-бэм. Бэм-бэм. А что случилось? А там погода, блин. Улучшается или ухудшается. Тоже убрал. О высоких и низких тоже убрал. О сильном ветре, в принципе, и так будет понятно. Тоже убрал. Здесь я вот обновление приложения тоже, в принципе, убрал. Здесь вот звук каждый час, кому как, можно поставить. Кто на работе сидит и ждет, когда же у нас работа закончится. Вот сюда можно галочку поставить. Время запуска, время остановки. Время запуска 7 часов. У меня, в принципе, стоит запуск остановки 23 часа. Ночью нифига ковыряться и мне погоду показывать. Вот как-то так. Настройка уведомлений. Расширенные настройки. Что у нас там есть? Резервирование настроек. Это когда вы хотите куда-то переходить, где-то там обмениваться, то можно оставить. Восстановление настроек. То же самое. Показать панель уведомлений я убрал. Кэш. Как-то так. Починка будильника. Интересный перевод. Я оставил. Управления подписками нет. О приложении. В принципе, как бы вот. Ну, о приложении можно посмотреть, да. Про здравственные часы и погода набираем. Вот такой вот ярлычок. Довольники правильные. Набираем в плей маркете. И можно все это дело забамбурить. Рекламка появляется. Рекламка появляется. Никуда не денемся, потому что это бесплатное приложение. Соответственно, вот у нас на погоде, если мы клацнем. Погода, да. Здесь у нас. Вот реклама. Она есть, ребятки. Есть. Никуда не денемся. Что у нас? Нажимаем. Крестик. У нас крестик есть. Крестик. Нету крестика. Давайте выйдем отсюда. А, выходим. Реклама есть. Ничего страшного. Здесь мы видим уже расширенный вариант по погоде. На понедельник какая у нас будет погода. На вторник. Проматывая все это дело можно руками. Я вам просто мышкой показываю. В воскресенье. Что как? Удобно? Блин, да, удобно. Здесь можно посмотреть. Вы смотрите. На 48 часов, например. А что у нас тут? Здесь у нас графики. Почасовой прогноз. Ветер и так далее. Все это дело проматывается. Ультрафиолеты, осадки и так далее. Влажности есть. По ветру можно посмотреть. Когда ветер, куда будет слабый, сильный и так далее. Следующее. Вот сюда вот клацаем. Здесь у нас, ну, здесь мы были. С Луной можем разобраться. Да, некоторым очень важно. Например, 25 числа у нас должно быть. Это у нас 19 число, 20, 22, 23. Дальше не показывает, блин. 25 будет новолуние. Так что по Луне здесь можно тоже разобраться. Соответственно, город мы выбираем. Настроечки тут мы были уже. В настроечках были. Вот здесь вот мы были. Фон погоды, значки погоды, компоновочка. Поделиться прогнозом погоды. Панель инструментов. Прогнозом погоды даже можно поделиться. Не рассказывает у нас такая погода. Фигак. Отсюда выбрал. Поделился. Так что здесь широкое понимание этого вопроса. Рекламка все равно здесь будет появляться. Никуда не денетесь. Это бесплатное приложение. Так что вот как-то так. Как-то так. Приложение довольно-таки вместительное и полезное. Здесь мы были. Здесь мы что нажимаем? Невозможно обновить погоду. А! Обновление погоды. Интересно. Девки пляшут. Здесь у нас ничего. Вот поэтому по вторнику мы выходим то же самое. В погоду. Ну в принципе и все. Чего-то другого не ставлю. Оповещение выключено. Борзость различная отключена. Под себя. Калинкор вот этот вот настраивается. Циферки. Надписи. Здесь все под себя. Здесь можно поковыряться. Очень красиво и интересно. Надписи некоторые мне нравятся. Можно сделать контрастными. Цвета подобрать и так далее. Погоду здесь можно подобрать. И различное расположение. Так что я думаю мы в сегодняшнем видео выполнили многочисленные задачи от наших зрителей. Именно рассказать про виджет. Прозрачная погода и часы. Скачиваем. Ставим. Настраиваем. Я думаю эта информация была вам полезной. Удачи вам в кастомизации рабочего стола на наших Самсунгах. Удачи. Это канал Отвертка. Канал Домашнего Мастера. Надеюсь данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!